Патриот 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 Тогда появляется и Гастелло, тогда появляется и Талан Лихан, тогда появляется Николай Полницов, тогда появляется великий наш Асканов, в том числе, лучший герой России, тогда появляются все остальные. Отсюда появляются. Понятно, что вообще любовь к родине это понятие такое огромное, растяжимое, неощущаемое, неосязаемое, но при этом это любовь к родине. И я, знаете, как я приводил пример, был я в Страсбурге в 2010 году, конечно, не помню, там выступая перед Европарламентом, про ситуацию рассказывал, заширшал наши интересы российские, говорил об этом. Кто-то понял, кто-то не понял. И когда журналисты мне задали вопрос, кто я по национальности, я сказал русский, они второй раз задали, третий, между собой спрашивают на французском и на голландском. Я говорю, нет, я русский. Одни меня подправляют, что надо было стать россиянин, но я говорю, так как я думаю, это всегда всем говорю, что на Кавказе я ингуш, в Москве я кавказец, за пределами Кавказа я русский. А за пределами Россия, я русский. Почему? Потому что нас так все называют. И этому не надо стесняться. Почему? Потому что если я что-то плохое сотворил за пределами плохое, то не скажет про ингушек, никто там ингушек, скажет Рашид. Так или нет? Если я сделал великое дело за пределами, опять же скажет не ингуш, а русский. Вот смотрите, насколько даже постсоветское время вроде бы прошло, да, прошло то в те времена, но все равно и грузин, и армян, и азербайджанцев, и прибалтов, и казахов за пределами страны. Вообще там до сих пор эта мода не ушла, называют русский. Потому что это и есть те вещи, когда ты сам в себя, во-первых, вкладываешь это, тогда ты будешь... И в чем смысл-то этих слов? Что любой кавказец выезжает за пределами своих деспублик. Он, в первую очередь, думает не о себе хорошем, а о том народе, о тех народах, которые построили. Обязательно надо думать, тогда у него будет и самодисциплина на хорошие, нормальные, красивые действия, вещи, которые мы вкладывали в голову с детства. И такая же картина, оказавшись любой россиянин, то ли это с Кабаровской, то ли это с Шукотки, то ли это с Кавказа, окажется за пределами, он будет думать не о себе хорошем, а о великой стране, о культуре этой великой страны. Есть такая хорошая поговорка, если кто-то говорит за твоей спиной про тебя, то значит это впереди, да, есть такая формула, она известная, она понятная. Ты всегда можешь хорошо высовываться вперед, это тоже надо знать. Если в Ветике, как по нашим обычным традициям, по-кавказскому, в общем, я скажу, да, ну только по-кавказскому, и мы когда говорим про Кавказ, почему-то забываем про славяна. Старые, добрые, обычные. И когда мне задают вопрос, откуда у нас традиция многодетства, да, на Кавказе, я говорю, мы взяли славяна, эти традиции. Вспомните крепостное право, вспомните наших полководцев гражданской войны и великой отечественной войны, и назовите их от одного, у которого было меньше, чем 5 детей. У всех по 12, по 13, по 18 детей, даже в самые тяжелые времена, когда крепостное право в России, на Руси. Такие были огромные семьи, да, я тоже об этом говорю. Поэтому традиции, они были во всех народах, условия, потому что были более чем жесткие, я бы сказал, более чем жесткие, чем на Кавказе, в этих направлениях. Если мы начнем историю вспоминать, мы довольно серьезные, хорошие, патриотические традиции и обычные были у всех народов. И, конечно, когда мы говорим о нашей стране, мы, в первую очередь, должны думать, по что это может вылиться. Есть формы, это как в малой семье, да, если у тебя в семье папа, мама, не дай бог, конечно, кто-то пьет, кто-то наркотиками занимается, что тоже есть, к сожалению, есть те, кого лишают родителей, но это не дает право сыну, дочке выходить и всем рассказывать, какие у него плохие родители, да. Это, ну, крайне невоспитано, это неэтично. Он должен бороться с этим явлением, бороться как угодно, но не выносить это как позор. Он может попросить помощи, ну, друзья, товарищи, что мне делать, да, но не выносить это как позорное явление, как наговоры, как еще чего-то на своих родителей. Ну и, конечно, когда говорят о своей родине, даже если очень тяжело, даже если очень плохо, если я сам ничего не делаю, а все, посмотрите, по каждому, кто говорит о нашей стране плохо, наши же сограждане, казалось бы, они сами, которые, и в республиках есть такие, когда они вас смотрят биографию, он не ушел, не посадил дерево, он не поднял фантику, он не перевел бабушку через дорогу, потому что он жизнится для общества, ничего полезного не сделал, но он при этом громко, яростно, топой ногами говорит о своей родине. Здесь надо вам, особенно молодежи, вдумываться, смысл, а кто говорит? Здесь тоже, опять же, такая известная пословица, а судьи кто? Здесь я попросил бы понимать это, и, естественно, такие вещи, они, в первую очередь, являются таким, я бы сказал так, более чем громко, как предательство по отношению к стратегиям, обычным, предкам, к тем подвигам наших отцов, которые делали эту страну. Конечно, в итоге, эти все вещи, все эти действия, они проводят к подмене нашей истории, наших традиций, наших обычаев, подмене вообще целом самой системы государственности, и появляется отдельное направление, которое думает, да, мы вот сейчас можем взяться и что-то великое сделать. Но, опять же, подчеркиваю, не получится, не получится, если это, возвращаясь к тому же котенку, который мяукает в горящем доме, а ты проходишь мимо этого окна дома, знаешь, ты можешь зайти и спасти этого котенка, но ты понимаешь, что за этого котенка тебе могут медаль не дать. В лучшем случае скажешь спасибо, и ты идешь куда-то дальше, пропуская на словах благодарность, но, опять же, не спасаешь живую душу, да, еще чего-то. Думаешь, что там где-то вот что-то такое, где медаль заработаешь, а там уже духу не хватит. Все, не хватит. Вот ты у крестного не хватит уже, не получится. Вот здесь надо очень серьезно подумать, когда мы слушаем людей, которые хаят свою страну, твоя будущая, твои традиции. Таких, к сожалению, очень много. И в среде вашей молодежи, в вашей среде. И иногда, когда заходишь на блоги, на интернете, когда смотришь, читаешь, ну, колоссальная невоспитанность, да, в каких-то мешах. Но до того радует, когда там появляется именно тот, который пишет чувством долга, ответственности. Я понимаю, что, знаешь, не оскудела земля вот именно патриотами своей страны, своей родины.